Сегодня мы собрались провести встречу со студентами, чтобы больше рассказать о себе, как нужно общаться с людьми с инвалидностью, как нужно себя вести, чтобы ничего не нужно бояться. И все в таком же русле. Вообще человек в процессе своей жизни встречается постоянно с проблемами и их преодолевает. Это обычные проблемы ежедневно. К этим проблемам добавляется еще, если ты имеешь преграды к перемещению по этому городу, потому что город в основном недоступный. А так это обычные человеческие проблемы насущные. По сравнению с Черновсами, Сторожанец очень доступный город. И у нас очень-очень много доступных мест, тротуаров, магазинов. Сторожанец я считаю наиболее доступным городом, районным центром Черновской области. Инфраструктура города и устройство инфраструктуры города – это компетенция власти. И только через нее, только через взаимодействие с властью возможно решение этих вопросов. В Сторожанце и в Черновцах действует комитет доступности, который собирается раз в квартал. Буквально неделю назад мы собирались в районном Сторожанецком комитете доступности и решали вопросы, что касается доступности города Сторожанца. То есть очень продуктивно работает комитет доступности. Мне приятно говорить о людях, которые сильнее за нас, которым Господь дарил столь энергии, эмоций и силы, которые могут переносить и те негради, которые мы, физически здоровые люди, тяжко переносимы. А они переносятся, усмихаются и еще на всесвятных форумах займают четвертое место на параолимпийских играх, которые происходили в Лондоне. Это вызывает эмоции великой повышенности, толерантности до этих людей и заставляет нас задуматься, изменять сознание в суспільстве, сделать сознание государственного народа, а не сознание в свою кишеню. Субтитры создавал DimaTorzok